Сейчас мы находимся в куларах, съезды НПСР еще не закончился, и на этом съезде прозвучало очень много различных оценок с разных сторон, как оценок критических, высказанных в адрес КПРФ, в адрес НПСР, так и слов таких, ну, признательностей, да, комплиментарностей в адрес тех, кто реально помогал, и в том числе в адрес КПРФ, которые с другой стороны критиковали, вот чего преобладало больше, как вы оцениваете в этих оценках? Значит, мы приняли за основу, за основу для того, чтобы не цепляться к каким-то мелким погрешностям, потому что там мы создали рационную комиссию, могут быть потяжи где-то ошибочно, еще что-то, понятно, да, вот, приняли за основу и создали две резолюции, приняли за основу, значит, и создали рационную комиссию по доработке. Первая резолюция касается категорического непризнания нами результатов этих выборов и предложения КПРФ нашим партнерам и кандидату, Павла Николаевичу Грудинину, не ограничившись просто таким это заявлением, выступить в суде с иском о признании недействительными итогов. Это связано не с тем, что мы рассчитываем на наш суд, это связано с тем, что нам представляет, что, во-первых, мы должны быть последовательны, нельзя сказать, что мы не признаем и не подать в суд тщательно подготовленное заявление с перечнем ключевых нарушений Конституции и законодательства. Эти выборы были настолько варварски нарушающими все нормы и принципы элементарного равенства избирательной кампании, что, в общем, составить такой иск не составило большого труда. Иск подготовлен, и мы предлагаем КПРФ Павлу Николаевичу Грудину выступить в суде с иском в том числе, чтобы остался исторический документ, что оспаривалось на ком основании. Это первое. Другая резолюция — это резолюция о работе ПДС и МПСР между двумя съездами. А по существу эта работа заключалась в ведении избирательной кампании. От нас там был заместитель представителя начальника единого избирательного штаба Филин Владимир Иванович. И там мы сформулировали с одной стороны важные благодарности. Я начну с конца. То есть заканчивается резолюция благодарности огромному количеству таких, как вы — интернет-партизан. Людей, которые не имели, может быть, изначально никакого отношения ни к коммунистам, ни ПДС, МПСР, а увидели эту кампанию как свою, как свою возможность заменить свою жизнь. То есть большинство тех людей, которые преодолевали информационную блокаду, которые занимались аккаунтационной работой независимо от того коммуниста, а не национал-патриоты и люди с какой-то другой идейной ориентацией — это люди, которые работали бесплатно не за страх, а за совесть и, прежде всего, точнее, заключили мы резолюцию благодарностью этим людям и с призывом к дальнейшей консолидации, к дальнейшему сплочению, несмотря ни на что. Начинается наша резолюция тоже с двух благодарностей. Мне пришлось даже в своем выступлении объяснять, почему нужны эти благодарности, потому что средняя часть резолюции — это очень жесткие формулировки. Мы начинаем с двух благодарностей. Первая — это благодарность 17-му съезду КПРФ за то, что они пошли на такой неожиданный шаг, который сломал все планы Кремля. Напомню, еще за неделю-две-три до этого во всех передачах обсуждалось, как смешно, удаст ли коммунистов пустить на третье, а то на четвертое место в ходе этой избирательной кампании. Не коммунисты нас интересовали, а сама идея борьбы за какую-то справедливость, а из легальных партий только коммунисты представляли эту идею в легальном поле. Так вот, нам удалось сломать этот кремлевский сценарий. Мы благодарим официально еще раз 17-й съезд КПРФ. Специально подчеркиваю, наш съезд ПДСНПСР прошел 21 декабря. Мы обратили съезду КПРФ. 23 декабря прошел съезд КПРФ, и следующий съезд ПДСНПСР проходит только сегодня. Поэтому вполне обоснованно, что наш съезд НПСР благодарит 17-й съезд КПРФ за то, что они пошли на такой шаг, выдвинули единого коммендации числа пятерки предварительно согласованных и выдвинутых нами, и предоставили обществу такую возможность, которую мы все не смогли на этот раз воспользоваться, но возможность все-таки радикально изменить свою судьбу, свою жизнь и так далее. И вторая благодарность – благодарность нашему единому кандидату Павлу Николаевичу Грудинину за то, что он 28 декабря приехал к нам в постоянное действие совещания национально-патриотическом силе совместно с командой Народного правительства, выданной нами, и подписал свои публичные обязательства перед национально-патриотическими силами России, тем самым стал единым кандидатом от коммунистов и национал-патриотов и, естественно, за совместную работу. Вот комплементарная часть на этом закончена. А в середине текста резолюции мы вынуждены формулировать то, что хотели бы формулировать не отдельно на съезде национально-патриотическом силе или отдельно какие-то претензии или что-то на пленуме ЦК КПРФ, хотели бы, чтобы был проведен детальный разбор полетов, детальный анализ совместной ПДС, НПСР и КПРФ, совместной в рамках единого штаба, который функционировал. Но, к сожалению, мы вынуждены были констатировать, что вот этого детального разбора полетов по результатам компании, ошибок, просчетов, фактов саботажа так и не было проведено. Мы до сих пор не знаем, закончил ли свою работу этот штаб. Я делал несколько заявлений, в том числе у вас на канале спец, специально, чтобы инициировать такой разбор полетов. Еще раз подчеркиваю, правильно было бы, чтобы он прошел до пленума ЦК КПРФ и до нашего съезда. К сожалению, он не был проведен. На пленум ЦК КПРФ никого из представителей ПДС и НПСР вообще не пригласили. То есть они разбор полетов и какие-то претензии к нам формулировали за глаза, к сожалению. Мы поступили иначе. Мы пригласили официально начальник избирательного штаба Геннадия Андреевича Зюганова на наш съезд. Он сам не смог, но приехал его главный политический советник Вячеслав Николаевич Тетекин, выступал сегодня на съезде. Мы старались формулировать то, что мы не можем не сформулировать, потому что те реальные проблемы, которые возникли в работе единого центрального избирательного штаба. Мы не можем молчать и делать вид, что этого ничего не было. Мы это все четко в резолюции сформулировали, с кем претензии к проблемам мы столкнулись. Вплоть до того, что вообще одна из ключевых козырных карт наших в этой избирательной кампании не была использована. Я имею в виду стратегию не противопоставления просто Путина Владимира Владимировича и Грудины Павла Николаевича, а акцентуация о том, что они лишь на острие команд, они первые среди равных, а за ними команда. И реальная команда наша, вот они сидели сегодня частично в Президиуме, это и Елена Рохлина, и Василий Симчера, и Виктор Алкснес, 20 человек, из которых пятеро узники режима, начиная с Квачкова, Барабаша, Соколова, Парфен, Векишев. Вот наша команда, а вот ваша команда, Дворкович, Чубайс, Греф, Кудрин, Миллер, Шувалов, вот она ваша настоящая команда, не Путин Тим, а вот она ваша команда. Так вот мы столкнулись с тем, что длительный период как-то затягивалось, затягивалось, переносилось, переносилось и в конечном счете зашло на нет. Значит, молчать об этом невозможно. Мы сейчас в одностороннем порядке вынуждены были это сформулировать как ключевые дефекты, причем мы друг друга призывали, формулировать самокритично, мы не говорим, что они гады, мы говорим, мы единый избирательный штаб, не реализовали вот это, мы должны разобраться, почему это не было реализовано. Я исхожу из того, что время востребует новые идеи, новые механизмы и людей, которые могли бы реализовать эти идеи и восходиться этим механизмом, построить эти механизмы. Так вот, идея оказалась заразительна, привлекательна. Люди воодушевились с вот этим объединением движениями единственного кандидата. Механизм вот такой совместный в базе, в конструкции оказался тоже очень притягательным. Многие люди были воодушевены, в том числе идеей этой единой команды народного правительства и так далее. А мы, люди, по различным причинам это не реализовали. И мы должны разобраться с тем, кто и почему это не реализовал. Значит, если мы, люди, окажемся не на высоте тех идей, тех механизмов, которые сами же обществу предлагаем, значит, может, мы должны уйти в сторону местного, должны прийти другие. Я просто объясняю смысл того разбора, который мы должны произвести. Значит, и мы в резолюции настаиваем на том, что такой разбор все-таки должен быть произведен в интересах будущего нашего единого, надеюсь, общенародного блока левых и национально-патриотических сил. Но вот это очень важно, потому что мы тоже все ждали, ведь было заявлено, и все ждали этого народного правительства, и все ждали, когда же, наконец, правильная совершенно идея заявлены кандидатам, что это не борьба личности, а борьба идей, когда же нам воплотиться реально в борьбу идей. И до этого действительно не дошло. Вот теперь, открытым текстом, это было саботировано. Но мы настаиваем на том, что нельзя ограничиться тем, что я здесь что-то скажу, а не где-то что-то скажут. Они на своем пленуме что-то сказали, мы на своем съезде. В интересах будущего мы должны провести совместный, детальный анализ с выводами их опубликования. — То есть означает ли это, что, в принципе, совместная работа с КПР продолжается, хотя бы по разбору полета? — Фактически она в одностороннем порядке прекращена или приостановлена. То, что на наше приглашение все-таки был прислан хотя бы главный политический советник, представитель партии и начальник избирательного штаба, ну это, скажем так, в какой-то степени обнадеживающий знак. Но мы же надеемся не на людей. Мы говорим о том, что еще раз, те идеи, те механизмы, которые мы предлагали, они больше, чем значимость конкретных людей. Мы настаиваем на том, что так должно делаться. И мы требуем, чтобы делалось так. Мы хотим, чтобы люди, в том числе и рядовые члены КПРФ, требовали, чтобы делалось так. — Тогда последний вопрос, потому что, я понимаю, поджимает, уже перерыв заканчивается. Сегодня будет обсуждаться вопрос создания движения. И это, я уже знаю ответ, но я хочу, чтобы именно вы сказали это нашим зрителям. И было недопонимание. Почему-то такая гулялая идея, что сейчас есть предложение объединить всех в одно движение и так далее. Вот в чем суть, создание того движения, которое сегодня будет предлагаться? — Для того, чтобы быть правильно понятым, я должен не похвастаться, но все-таки обратить внимание на то, что я был один из тех, кто изначально предлагал на основании того, что осталось после попытки выдвижения генерала Ивашова в 2012 году, формировать не движение, не фронт, а постоянно действующее совещание с сохранением автономности каждой организации, входящей в это совещание. То есть, если есть люди, которые считают, что нужно сделать что-то другое, круче, масштабнее и так далее, чем ПДС, НПСР, движение фронта и так далее, то это точно не я. То есть, я до последнего стоять на том, что люди не разрушайте ПДС, постоянно действующее совещание. Потому что только такая форма, где нет начальников, где все на равных, где это механизм не командования страны одних и другими, а добровольной совместной координации наших общих действий, вот эта форма показала свою высокую эффективность. Именно от имени этой формы вступили в переговоры с КПРФ и сумели добиться в движении единого кандидата и дали обществу какой-то шанс совместно. Значит, поэтому, когда впервые стал вопрос необходимости создание теперь в очередной раз, а каждый год вопрос ставил. Движение теперь на основе вот этих выборов. Я первый, кто выступил против. Но коллеги меня убедили. В чем они меня убедили? В том, что мы с огромным уважением относимся ко всем партиям и движениям, входящим в ПДС, НПСР. Но у нашей стране всякое самоуправление очень слабо, всякая партийная жизнь очень слаба. И во многих регионах, тем более городах, вы удивитесь, зачастую нет ни одного представителя, ни одной партии, ни одного движения, входящего в ПДС, НПСР. Даже такие есть. Или есть, но они чем-то не устраивают тех людей, которые сейчас, как индивидуальные единицы или небольшие группы, включились вот в эту избирательную кампанию, как инициативные интернет-партизаны, уличные партизаны, штабные партизаны и так далее. И этим людям нужна какая-то форма самоорганизации. Они ее востребовали. Значит, стал вопрос о том, чтобы дать им такую форму самоорганизации. Они не хотят идти ни в эту партию, ни в эту, ни в эту. Они хотят создать какое-то новое что-то общее. И стал вопрос, а не подменит ли это новое общее вот этот весь ПДС, НПСР? Так вот ответ. Мы не создаем партию или движение вместо ПДС, НПСР. Мы не поднимаем ПДС, НПСР до уровня партии движения. Я бы сказал, наоборот, не опускаем ПДС, НПСР до уровня частной партии или движения. Мы создаем еще одно движение с индивидуальным членством на основе тех штабов, активистов и так далее, которые приняли участие в этой компании, которые хотят во что-то влиться, которые хотят самоорганизоваться. Мы в данном случае оказываем содействие, создаем еще одно движение, на которое обязательно войдет в состав ПДС, НПСР. И мы, как в какой-то степени, можно условно сказать, неформальные лидеры вот этого всего процесса, на нас особая ответственность ложится за то, чтобы не дать подменить этим новым движениям всего ПДС, НПСР, не начать вытеснять другие партии движения, не начать доминировать над ними. Еще раз, мы как изначально декларировали, так продолжаем это заявлять абсолютно однозначно. У нас нет задачи перетянуть все куда-то вот в одну. Мы за то, чтобы в рамках вот этого общего процесса наращивали свои силы, наращивали мускулы все партии движения, участвующие в работе ПДС, НПСР. И это будет лишь еще одна из партий движений, движений входящих в БДС. Мы поставили задачу сохранить потенциал тех, кто проявился, неожиданно проявился. Это новые для вас люди, новые силы. Сохранить их для будущих каких-то... Сохранить и развить, потому что многие из них ориентированы не на какую-то формальную партию движения, а на тех, кого они сейчас увидели. Прежде всего, на единого кандидата, на тех удоверенных лиц, которые выступали, на тех еще каких-то людей, которые участвуют в процессе и так далее. Значит, если люди этого хотят, надо дать им такую возможность. Но ни в коем случае, еще раз, не монополизируя пространство, мы наставим на том, что все-таки основная ценность — это постоянно действующее совещание, в которое могут вливаться снова и снова и другие политические партии движения нашей такой общей национальной ориентации. Спасибо. Спасибо.